Очень интересный вопрос. Угрозы Путина. Реальность или шантаж, провокация? Содержательно, в общем, любым, сколько-нибудь серьезным аналитикам ясно, что это обычная провокация, традиционная. И шантаж, и желание привлечь внимание, создать видимость угрозы и заставить, ну, серьезнее относиться к Путину, к его мультфильмам, к его возможным заявлениям. Он оказался информационно в изоляции. Его мнение мало кого интересует. Последнее выступление на Валдайском форуме. Это повторение всех старых установок в чистом виде. Провокационное заявление, причем, ну, не первый раз в качестве установки пропагандистской кампании. Это присутствует давно. Еще Дмитрий Киселев начинал разработку этой установки концепции. Несколько лет назад превратить весь мир в ядерный пепел. Ну, тогда это не очень сработало, хотя, ну, вызвало определенную озабоченность. В этом смысле значительно интереснее исследовать реакцию разных групп общества, реакции зарубежные на такое заявление. Внутри России верить Путину предлагают, ну, буквально все тролли. Это установка пропагандистской кампании. Мы ужас какие страшные. Ну, частично и эксперты, так сказать, подались, серьезные эксперты подались ощущению, что ли, опасности. Несколько человек серьезно обсуждают эту возможность и желание Путина нажать на кнопку и увести с собой весь остальной мир. Для меня, для группы, которая вот сейчас исследует этот вопрос, абсолютно ясно, что поддержка этой пропагандистской установки осуществляется сотрудниками, безусловно, троллями. Ну, и, я бы сказал, лоббистами Путина, особенно за рубежом. В общем, сформулировать просто, очевидно, прозрачно, так сказать, цель Путина и, соответственно, реагировать на нее, то есть не реагировать. Ну, это, видимо, не требует особых интеллектуальных усилий. И, тем не менее, я вижу, что те, кто каким-то образом реагирует на это, серьезно начинают оценивать это заявление, они в той или иной степени, ну, подвержены, что ли, пропагандистской кампании, гипнабельной, я бы сказал. Вот, это работа на Путина, это работа на его установку. Оценивать это серьезно, анализировать, предпринимать какие-то усилия для того, чтобы предотвратить опасность глобальной ядерной войны. Ну, это не серьезно, это смешно, и это признание, что ли, за Путина такой возможности. Он руководитель спецслужбы, ментально был им и остается руководитель, способный на недолгосрочные провокации, спецоперации. Ну, вот, это спецоперация, объявление возможности ядерной войны. Выходить из этой спецоперации нет необходимости. Необходимо создать, ну, вот, как это видит Путин, волну, которая заставит, там, Запад опасаться его, проводить с ним какие-то переговоры, воспринимать его серьезно, как неадекватного руководителя, как сумасшедшего, способного на какие-то неадекватные действия, но разговаривать с ним. Вот эта изоляция, которая возникла благодаря его действиям, информационная изоляция, она его тяготит. Любым способом привлечь себе внимание – это единственная цель. Ну, вот, пожалуй, правильно в этом случае, как советуют психиатры, кстати говоря, ну, не спорить с ним, не обсуждать эти вопросы. Не потакать ему, не играть в его игры. Вот, ну, это просто совет. И понимать, что те, кто... Для меня это просто вот инструмент, который позволяет сепарировать тех, кто способен реально оценивать ситуацию, и тех, кто работает на эту пропагандистскую установку, или не способен оценивать ситуацию, или подвергнут вот этому гипнабельному воздействию пропагандистской кампании. Ну, хороший очень инструмент придумал Путин для исследования. Спасибо.